65 лет посвященных музыке. Детская школа искусств Ненинского округа сегодня отмечает юбилей. Однако в школе непривычно пусто. Большой концерт, который был запланирован к юбилейной дате, пройдет 22 ноября во Дворце культуры Арктика. Подготовку к нему, если позволит эпид-обстановка, начнут осенью вместе с началом учебного года. Тогда все пойдет по нотам. В школе вновь зазвучат домры, фортепиано и другие инструменты. 1962 год. Первые шесть выпускников детской школы искусств. Нумерация выдача свидетельств. Среди них похвастаюсь моя тетушка Батманова Клавдия Владимировна. Директор детской школы искусств Ненинского округа Ирина Пудовкина демонстрирует гордость архивного дела. Книгу регистрации и выдачи свидетельств и выпускников. Она была заведена в 1962 году, спустя семь лет после открытия первой музыкальной школы в Ненинском округе, шестой в Архангельской области. Она располагала здание Тыковылка-1. Сейчас этого здания даже уже и нет, но мы все помним хорошо это здание. Начиналось историей именно там с печным отоплением в холодном помещениях, но уже тогда закупались дорогостоящие инструменты. В округ были привезены первые фортепиано и первые баяны. Это было огромным достижением. Это был, наверное, рывок в культурной жизни и нашего города, и нашего округа. Первый набор составил 30 учеников по 15 человек в класс баян и класс фортепиано. В 1981 году музыкальная школа стала детской школой искусств. Новый статус учебное заведение обрело благодаря открытию художественного отделения. Детишки на территории округа не только одарены в музыкальном плане, они и в художественном плане очень одарены. Видеть так нашу северную красоту могут только ребята, которые выросли в этой северной красоте. Ведь не секрет, что с детской школы искусств вышли художники, которые в будущем стали профессионалами. Сейчас в школе проходит обучение 700 учеников. 65 стали выпускниками текущего года. Работает 60 преподавателей. За всё время выпустилось более 2000 человек. Многие выпускники возвращаются работать в школу. Балалайшник Алексей Конюков в недавнем прошлом выпускник детской школы искусства. Ныне её преподаватель. Впервые инструмент взял в руки 14 лет назад. Признаётся, что трудностей, с которыми столкнулся в начале творческого пути, не помнит. Сложности возникли при обучении в музыкальном колледже. Всё, чему научился, уже второй год учит детей Ниньского округа. Сейчас детей стараемся обучить приёмам, которые уже сложные, но для них они необходимы. Где-то потому, что они облегчают игру, где-то в принципе красиво звучат, где-то они просто в тексте есть, и текст, чтобы не переделывать. Делаем такие приёмы, которые написаны. Несмотря на небольшой трудовой стаж, Алексей может похвастаться победами своих учеников. Так, Роман Пешняк занял третье место в областном конкурсе народников, который прошёл в Архангельске. Большое количество наград ученики школы завоевали и на онлайн-фестивале творчества «Созвучие Севера». Посылки с заслуженными наградами в ДШИ получили накануне юбилея. Мария Даник, Вадим Стасюк, Телеканал Север.